так что пока что посуда не мыта лентяй у вас они стример появился так все у нас происходило стон шар да есть стрелы есть еда я пытаюсь вспомнить чего мы делали отправиться в маншер мы шли в маншер да 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 точно во-первых яблоко во-первых дверь во вторых яблоко типичный стример сверта свинарник квартире только посуда я вчера помыл полы подмел все здесь не только посуда лежит потому что я говорю сегодня я не хотел у меня просто не было сил сегодня стоять за возле раковины днем я не уверен что у меня сейчас я сейчас пойду ее мыть а может быть на завтра на утро оставлю потому что ноги просто я не знаю как я пойду на работу завтра но с другой стороны я не могу сейчас пропускать работу потому что ну просто скоро у нас все равно всех отправят на карантин я и так и так останусь без работы надо выжать из нее столько сколько успею сейчас посуда завтра носки я помню постирал все вещи у меня вообще грязных вещей нет мне надо постирать вот это потому что я уже несколько дней в ней стримлю но я ее одеваю только на стримы красной футболки я в них так не хожу так что она чистая нормально так напомни мне а все вспомнил мы все бабло потратили нам нужно в маншир это вот здесь то есть мы в принципе надо сюда в точку интереса зайти там может быть сейв то есть направо вниз не да есть есть направо вниз окей дошел до маншира выполнился квест и купил шмот вернулся и ничего продолжения нет ну мы вот так сейчас поиграем мы выполним все что есть в игре и вернемся ну может через полгода через год что на то что игра мне нравится очень за шкуру медведя дают 500 голды а сколько голды дают за медведю за мою шкуру потому что мы пробовали убить медведя эти скажу честно по моему у медведя намного больше шанс мою шкуру получить чем у меня шанс получить шкуру медведя так что мне кстати подсказку куда ли во-первых мне сказали посмотреть на навыки вот здесь сила короче нам нужно качнуть силу потому что без силы мы не сможем делать травмы то есть следующее что мы качаем это сила потом те кнопка так вот они на умения потом в умениях кинжалах где то есть что то для дуалов да вот если второй вариант вооружения содержит кинжал смена оружия не отнимает ход убить свои кинжалами снижает время восстановления умений ветки на один ход вот это очень полезная вещь то есть мы можем иметь кинжал во во втором комплекте оружия переключаться на него и бить и нет ли здесь пассивки на дуалы нет дуалов в прошлый раз не повезло на медведя по-моему нам как раз в прошлый раз на медведя везло на него я не могу на медведя травмы вешать потому что у меня мало силы когда мы силу качнем можно ходить на медведя просто наш билд без травм не работает если мы не наносим травмы с кем там берется аль с оленью если мы не делаем травмы то мы не наносим урона соответственно приходится вот как-то сначала качнуть уровень прокачать силу потом уже заморачиваться с медведями всем остальным так там волк пока что вот волки наши все ну и поэтому я понимаю почему например билд на кинжалы более популярен потому что кинжалы не просто урон наносит прошлый раз ты ему по три процента оставил даже не знаю мы можем попробовать медведя еще раз убить но знаешь что пошли по квестам нам ничего не мешает дойти до маншира и поискать медведей в окрестностях маншира правильно нашли хороший капкан качественный качнулся в перманта на 6 уровне и это имба у нас всего 4 на 6 мы будем рвать все что движется мы на четвертом почти убили медведя стоп куда пошел я уже здесь нужно было свернуть вниз обратно первые уровни перманта сосуд но тут первые уровни всех сосуд по моему но хотя у нас первые уровни прошли неплохо потому что мы лук взяли сразу ну этот чувак стартует с луком это глуп не собирался брать я собирался сразу на топоры идти а оказалось что этот стартует с луком поэтому качнули лук мы мы же здесь или я уже заблудился нет мы здесь вот он выстрел из засады упс подойти поближе эй шеф почему стрелы падают возле моего носа чуваки подождите я на одну секунду в меня кто-то стреляет из лука сейчас я проверю вернусь хо крит мне очень нравится как ты их отстреливаешь они продолжают сидеть тусоваться очень замечательно он заблокировал стрелу заблокировал стрелу используя виллы геральт отдыхает весь геомант я понял он очень сложный но вроде чрезмерно имбовый да и если бы я делал мага я бы попробовал наверно геоманта сделать дубовый щит я у золотой подсвечник круто и сейв так мы здесь можно пойти по дороге в маншир не лезть через лес потому что рядом с дорогой то есть 1 2 3 на 3 экрана вниз потом можно еще одну точку интереса открыть думаю что это отличная идея тут будет мишка но если будет значит мы с ним подеремся мы все равно рядом с сейвом или мишка будет там где вопросительный знак мы здесь мы должны быть сейчас на перекрестке здесь проходит дорога и от дороги нам вниз пойти надо да мы идем сюда ты можно ходить стрелочками но это как-то очень очень медленно вопросы логово медведей добавить потому что других проблем в жизни у нас нет я хочу чтобы вопросы добавили логово моих соседей которые сверлят каждый день что-то вот там вот вот на такое логово я бы в игре напал бы ну да здравствуйте перестрелка у как плохо какие то модные мятежники да это не просто лохи бандиты знаешь что нам нужно переключать пушку здесь и сейчас на самом деле намного более сложный бой чем может показаться на первый взгляд особенно мне не нравится стрельба вокруг как я рад что мы товарищи купили щит все-таки и не ходим с дуалами дуалы это весело было поначалу часто конечно дуалы уже смысла не имеют особо водички и все равно даже вот попав засаду смотри затащили есть еду гасил трех мишек подряд да вы просто герой сэр пойдешь на форт там будет рюкзак толпы врагов с дорогим лутом форт форте рюкзак вот здесь что ли замок эствер вот здесь а чё ты думаешь там будет рюкзак он всегда в этом эствере спавнится что ли взрослый бородатый дядя сказали пойдем со мной я дам тебе эксид тегунге он он завел меня на твич и достал свой маленький стони шар жизнь полна разочарований я у нас спасибо тебе огромное за данных целых сто спасибо тебе большой чувак за поддержку она очень много для меня значит спасибо тебе прошу прощения да у меня действительно видос на ютуб канале с о том что я постримлю exit the gungeon мы три часа играли в exit the gungeon то есть там три часа ганджина есть в записи на твиче ну я просто уже честно три часа подряд новой игрушки у меня немного голова закружилась я немного начал дуреть от нее игрушка бомбовая она мне нравится мы мне еще будем играть но я мне нужно отдохнуть от него соответственно мы сейчас немного поиграем в stone shard и видосы по ганджину если на ютубе удобнее смотреть соответственно начнут выходить завтрашнего дня я сегодня уже нарежу этот стрим и они будут на выходить на этом на ютубе вот такие дела спасибо тебе еще раз за донат вроде сделал три контракта в городе это весь контент беты бегаешь выполнять бесконечные контракты нет пока что у нас квест зайти в маншир мы сейчас дойдем до маншира и там посмотрим что будет если контент кончился то ну значит он кончился что ты сделаешь по-моему нам здесь направо и там будет вопросик этот если контент кончится значит он кончится тут ничего не сделаешь нет когда контент кончится то я значит наиграю в stone shard нам сюда поэтому мы играем пока пока не прошли все что есть бете вроде говорили что в маншире тоже есть эти квесты что за херня окей мне страшно это попей из неизвестного колодца посреди разрушенного города там ведьмы о окей сначала проверю бочку проверю полку прочитай геомантический трактат ведьмин посох семьсот сорок пять а цветок снятия чар геомантический трактат три за тысячу я понимаю что его за тысячу не продашь но мне даже ведьма не особо неопознанный амулет свечной агарок гребень и та самая ведьмина шляпа вау мы еще не дошли до места назначения поэтому я шины пока выкидывать не буду проклятый амулет трилистник пришел к свихи домой все сожрал что у нее было вообще без разбору где амулет устойчивый клык амулет огонь никакой не проклятый с шансом блока шансом крита а вообще ну теперь можно и поговорить а наконец-то ты я так как знала что ты придешь когда-нибудь да придешь ты кто такая неважно душенька неважно сейчас я просто несчастная одинокая старушка но я должна быть очень радушной хозяйкой как хорошо что у меня сохранилось кое-что из старых запасов ваш бабушку выпить чашечку конечно ах как неловко я так ждала гостей сейчас даже не могу встать с кресла угощайся прости меня немощную я у эльфийская гуща что-то сон меня клонит старая старая старость когда-то я была так красиво так молода но потом мне попала стрела в колено а что а это снова ты вызывает бодрость ну хилка 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 на энергию снимает джаджу ну я так хлебнул просто для проверки вкусный чай все вот это все что у нее есть все нам дала хилку ну не хилку дали что-то такое нифига у него медицины я таскаю медицину с собой на всякий случай то есть бинты и шины стоят так мало денег что их всегда можно выкинуть на любой момент то есть ты берешь и выкидываешь их к чертям поэтому если место нужно освободить для чего-то дорогого поэтому нет смысла не брать я ее не обокрал я реквизировал товары я ее верну потом у нее топовый амулет если ее убить в смысле и короче тупо направо идем пока не дойдем до маншира а ну мы еще подожди мы сейчас здесь 1 2 3 4 5 нам нужно 5 экранов направо и потом подняться наверх я буду с вами честен эти 5 экранов мы будем пробегать я не буду исследовать локации потому что сильно долго и если мы нарвемся где-то на медведя он нас убьет то это потом все заново делать потому что сохранения нет и так далее и тому подобное а в конце диалога говорит бери все что хочешь мне уже не надо ну тем более она была не против эй офицер она дала свое согласие бабушка сказала забирай что хочешь ну я и переписал на себя ее квартиру полях медведей нету не знаю не знаю звучит логично на практике всякое может быть только отошел тут квартиру переписывают вот так и бывает вернешься на пару секунд и все квартиру уже переписали господи господи раз два три это третий экран четвертый экран я запутался в экранах честно я не знаю на каком мы экране а сразу после перекрестка окей надо тогда найти дорогу там где будет перекресток после перекрестка нам нужно подняться наверх вещи сдать куда сдать вот перекресток следующая локация мы поднимаемся наверх правда я не знаю что я думаю насчет попытки зачистить вопросик ночью ну я не обратил внимание влияет ли ночь на точность стрельбы из лука по идее должна но с другой стороны по-моему мы ночью пару раз дрались и все нормально было окей это локация с вопросиком должна быть я голоден стоп мясо сколько два дня хлеб пять дней ом но просто разбойники лол пиу хрип на 60 прости друг лук это был не твой день он один здесь был все что ли мне даже несколько жаль его сидел себе спокойно никого не трогал приходит к этому дила стреляет из лука ботинки ну окей окей ну как я и обещал мы выкидываем частично для освобождения места будем выбрасывать бинты и все такое и бухло тоже стоит взять одну шину оставить два бинта скинуть там поспать до восьми утра в поле рядом с трупом который ты убил только что тут так нам вниз и дальше направо так чтобы тут продать вещи тут надо до города дойти антитоксин фигня я его брал чтобы использовать вместе с травяным экстрактом то есть ты берешь травяной экстракт антитоксин там хаваешь пьешь и у тебя снялась вся интоксикация да ну к тому же вместо него пока положить нечего и мы здесь есть два экрана направо и наверх здравствуйте вот а засада понимаю все ясно просто навешаю на вас на всех ран и убью под яростью или кто нам не там резня бензопилой интересно два раза активировать резню есть смысл наверно нет думаешь вряд ли она стакается в маншире с от шмота на 32 защиты спойлеры зачем мне знать такую важную информацию тебя я буду искать антитоксин нужно есть для смертельная интоксикация а вдруг у меня будет смертельная интоксинтоксикация стоит как крыло от самолета он стоит 30 чудные нынче эти крылья самолетов резко подешевели где бы закупиться такими бандит пирамант разбойник круто пирамант разбойник можем мы к нему подкрасться интересно что я не хочу с ним в перестрелку вступать не можем пирамантия по-моему недалеко стреляют кидастри крутые эти о дезертир мятежник вот этот опасный самый он прямо броню проломить используют натиск поднять щит пираманта один скил он у него дальность 5 но лук дальше стреляет чем пирамант мы можем мы можем его закатить теперь включить резню нам нужно еще пару шагов еще один шаг о сломанные руки ноги клюка ну я конечно сейчас эксплойтю потому что так ну наверное не так задумано чтобы это работало так сразу убить этого чувака который опасный стрелять на него о 8 урона а а как интересно вау по моему мы встретили серьезного противника да да надо было резню на ход раньше включать хотя на нем все еще поднять щит активен да то есть на него сейчас или это у него кулдаун активирует эффект на два хода я не могу понять вот он сейчас актив а вот у него активные то есть не очень поднять щиты работает то есть на него скиллы сейчас лучше не использовать эти два хода просто бить один ход второй ход а вот теперь использовать скиллы травму пожалуйста травмы нет очень плохо да второй чувак загрелся я у есть травма руки отлично ух о да зря волновались немножко крит немножко на 40 эй окей бин треугольный щит и кистень так 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 что идет в баню наверное один пакет отмычек идет в баню мазь нужна тут можно тоже может пригодиться рога в баню и и свиток снятия чар меньше всего нужен он не так дорого стоит да о кис тень оу какая хорошая штука я как раз хотел потестить булаву он сломанный нахрен но стоит 536 спио спиом пойдет и треугольный щит эм что нас там с голодом съешь тот хлеб хороший щит сломанный но хороший если мы его починим он будет лучше чем то что у нас да отлично книга это стоит 50 ну статуэтка орла настоящий бронзовый орел он стоит 100 всего ну ну с другой стороны что я буду с тем всем делать солить мы здесь или или здесь если будет перекресток значит нам надо наверх идти на перекрестке ты солишь окорок окорок это неприкосновенный запас на всякие пожарные мы приехали мы в маншире у них маншире есть таверное чтобы сохранить настоящий маншир первое что нужно сделать в новом городе проверить шкапы шесть золота как с куста не вовсе просто золото я шел с тремя кошками потому что мы золото вкладываем мое золото вкладя но хорошие вещи называется инвестиции дитрих я хочу этот топор нужно всего лишь 4000 но я очень хочу этот топор так сразу забирай свой кистей сколько будет ремонт стоить 29 а где пишет сколько ремонт будет стоить где где написано сколько стоимость ремонта я просто не вижу что я видимо тормоз а он не может починить потому что это деревянный щит да понимаю дурак так ты хочешь купить золотой подсвечник ценность это вроде надо продавать не этому чуваку ладно церковь здравствуйте падра что вы продаете хирургический набор круто свитки плотник уже плотник окей сейчас мы разберем с плотником мне еще нужен вот этот вот по моему чувак да 169 он покупает подсвечник а кузнец вот кстати таверна знаю что пошли в таверну сначала пошли в таверну сначала хочу снять комнату первое укради медную цепочку из соседней комнаты второе гребень на шару аэй вещи из моего сундука не перенеслись это не так работает ну что логично посох не продавая ставь в сундуке слушай аааа какой смысл чего мне с тем посохом делать купи хирургический набор не таскай с собой медикаменты это наверное очень хороший совет так где мы тут кузнеца видели здесь сколько стрим еще ааа не знаю не долго в общем этот чувак подсвечники за ту же стоимость что и торговец покупает поэтому это тебе это тебе бедная цепочка тебе орел наверное торговцу да да книга за пятьдесят шляпа а ботинки надо опознать подожди так определение опки жирные ботинки регенерация здоровья регенерация здоровья того стоит чтобы сбрасывать две защиты на моих ботинках священника дешевле поздно а вон плотник а у плотника щиты в любых количествах сколько будет ремонт стоить 277 а а даже не знаю а тут меня ободушит но с другой стороны какая нахрен нравится свой продам да пофиг чири чири щит ой прошу прощения хирургический набор купим у у у то застенчиво смотрит на вас из-под лобе ммм продай мне свой козий сыр у то я купил у такой сыр ну если вы понимаете о чем я у у а тут сыр бесплатно у а тут сыр бесплатно взломай тюрьму взломай тюрьму бива левая люсьон ты кто ман набор для починки вот что надо было купить вот вот это на 600 он может подчинить 120 прочности это для дорогих предметов короче наместник из чего у него есть такой а где старейшина что там сидит такое над таверной слева окей ты чего плач не хочет рассказывать так над таверной слева таверна была здесь значит здесь собли стример не болей больше чем ничего не знаю времени на чули басни нет ничего все да квестов больше нет да то есть можно только контракты у него пройти ну мы можем пройти там пару контрактов как минимум возвращение чернокнижника хухуху неподалеку от нас есть одно место местные называют его враний холм ну гениально ходят слухи будто когда-то давно там похоронили одного чернокнижника по имени вобар закаленный откуда ты узнал мое рабочее имя он так и не обрел покой вновь и вновь он возвращался к жизни каждый раз в новом обличье десять лет назад мы уже имели с ним дело это было тяжелое время боюсь он снова вернулся недавно возле склепа вновь видели нежить ох не к добру все это нам нужно поспешить чтобы он не натворил новых бед вот я слыхал будто в склепе спрятан некий колдовской талисман он и воскрешает колдуна раз за разом готов щедро тебе заплатить если ты отыщешь амулет и навсегда избавишь нас от чернокнижника что скажешь поехали 425 крон награда звучит как-то очень мало за чернокнижника так нас еще боба боба интересует коржевни к где бы он не был да ну мы уже почти закончили со стон шардом то есть мы пройдем вот эти пару квестов в маншере и это будет ну как бы технически будем считать это прохождением потому что квест еще не завезли нет коржевника а как интересно даже коржевника нет тогда все торговцы сдавать правильно подмастерия кузнеца заменяет его понял а все вижу у него же есть хирургический набор тоже кстати ремонт для починки набор для починки простите так мне надо тип за 9 башмаки могу продать ох шляпу за 29 не зря тащил с собой нахрен вообще не зря так это сдать ба 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 тебе эй он домой пошел или куда а это просто алкаш тут ходит я думал ты плотника ты алкаш жена плотника может мы ей что-нибудь продадим реквизиция неказистые сережки а не будем уже на плотника последнюю серьгу отбирать но ёпты тени все домой пошли ну что за хрень нам сюда ну кстати не так уж далеко плюс у нас там сейва рядом есть а вот пойти тогда в лагере сохранить торгаши разбежались будем следующего раза так